Почти на 20% подорожали услуги салонов красоты за год. Особенно поднимается цена в канун праздников. Только вот после снижать ее бьюти-мастера не торопится. Да и зачем? Казахстанцы и без того готовы платить за красоту. Недаром говорят, что она требует жертв, в данном случае финансовых. В каких масштабах узнавала Дана Ермак? Дана, какой макияж делаем? Сделайте мне легкий макияж. А сколько это стоит? 7 тысяч. Именно такую цену за легкий макияж готовы отдать казахстанские девушки. Перед Новым годом услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали сразу на 17%. К примеру, за стрижку казахстанцы могли отдать 4 тысяч тенге, а то и выше. А женская стрижка обходилась от 5 до 10 тысяч тенге. В сфере красоты Айдана уже седьмой год. Ежегодное количество посетителей салонов растет. Делится своими наблюдениями визажист. Причем востребованность уступ бьюти-сферы не зависит от корпоративов и праздников. Казахстанцев не останавливают даже цены. В декабре у нас рабочий месяц. Всегда он был такой прибыльным. Несмотря на цены, на высокие цены, все казахстанцы идут, хотят быть красивыми, конечно же. И потоп увеличивается намного в декабре. В январе, январь, февраль – это у нас мертвый сезон. Но, несмотря на это, мы не понижаем цены, потому что это невыгодно. Продукты, косметика, то, что мы покупали, она не покупается. В канун новогодних праздников мужская стрижка, по данным аналитиков Energy Prom, подорожала на 20%. Женская – чуть меньше. Однако салюты отгремели, а снижать цены мастера не планируют. В разрезе регионов антилидер по дороговизне – Туркестанская и Западно-Казахстанские области. Также заметное удорожание отмечено в Павлодарской, Карагандинской и Атраусской областях. Вот и приходится казахстанцам бегать по салонам в поисках выгодной цены. Мы сейчас у кого-то вышли с парикмахерской, челочку мы стригли. И сколько это пошло? Тысяча тенге. Дорого? Нет. На левом берегу мы бы отдали бы за это, наверное, пять тысяч. Цены, конечно, там кусаются. Сколько добавок? Ну, в обыкновенных парикмахерских, например, короткая стрижка, двух тысяч и выше, ну а в салонах еще дороже. Все деньги стоят. Дорого все, подстрижка, чистка. Как это правильно говорить? Чистка лица дорого, пять тысяч. Ну, красота требует же этого. Бьюти-сфера не регулируется, а живет по закону свободного рынка, говорит экономист Андрей Чеботарев. Там нет каких-либо ограничений. Цены определяются балансом спроса и предложения. На Новый год не открываются новые салоны, не расширяется ничего, нет никаких временных предложений. То есть предложение остается на том же уровне, спрос растет. В итоге баланс цены и спроса находится выше, цена растет. Урегулировать ситуацию невозможно, говорит экономист. Такие вмешательства приведут к черному рынку, а это нанесет урон экономике. Дана Ермак, Самат Орымбаев, Астана, Таймс.